так всем привет ребят с вами вновь саша джаггер продолжение про тонировку часть 2 многим моих зрителей которые увлекаются автомобилями сами имеют водительское удостоверение все-таки стало интересно как я в итоге пришел к аквариуму после того как но ночью короче я поехал в клуб это вот ну грубо говоря было вот на следующем перекрестке но сейчас камеру я вертеть не буду потому что отстроил так вот ну думаю дай-ка ночью я заеду в клуб я получается до этого у меня тормозили я сдирал тонировку общем с боков ну и в принципе нормальный штрафы не выписывали и грубо говоря дня два назад до этого случая когда я поехал я нагрел еще лоб лобаж съемной тренировкой ночью это конечно было вообще пиздец абсолютно ничего не видно что ты там фарами свети не свети ну все равно очень это очень сомнительное это ощущение такое знаете вроде и тебя не видно то есть ты ну себя чувствуешь знаете в такой безопасности то есть вот как же любят это называть тонированные машины бункерами ну то же самое да окей было вот днем еще до было круто то есть ты там едешь тебя никто не видит но ты полностью наблюдаешь всю ситуацию но ночью же это конечно я врагу не посоветовал ездить полностью закатами ну так вот и я еду потихонечку по городу поворачиваю на главный перекресток у меня получается были подспущены боковые окна но это меня не спасло то есть все равно меня спалили что это неру ну потому что у меня лоб был закатанный съем тренировка 15 процентов вот так как на практике оказалось она вообще 8 процентов только пропускает как показал замер вот и боковые лоб ну и в общем именно в эту ночь у нас проводился уфимский рейд во главе с гельмудзиновым может как может вам что-то эта фамилия и скажет вот но он получается у нас полковник полковник гибдт и самый главный как сказать так можно гаишник по рб республики башкортостал а я впервые вижу в глаза я понимаю что у меня тормознули и ко мне подошли телевизионщики в первую очередь то есть светят все там с камерами с уфимского телевидения ко мне подошли мало того что наши местные гаишники еще и с уфы ну то есть я просто знаю половина лица вроде свои а половину ну ну и какие-то ну и как раз таки один вот из ноунеймов а как оказалось в дальнейшем это непосредственно сам товарищ полковник начал задавать вопросы ну сказал что операция тренировка и первый вопрос почему нарушаем вот вы бы что ответили вот почему вы закатались и он не спросил почему закатались он просил почему вы нарушаете я молчу ну чё ну да нарушаю дальше чё почему знаете это такой глупый вопрос был почему ты ешь окей да ну и самый первый вопрос в ступор пал я такой я молчу я смотрю на него улыбаюсь вот такое я русским языком молодой человек этот вопрос задавал нарушаем да типа понесем ответственность какую штраф типа но я понял что уже бесполезно что то там выделываться у меня знаете была такая идея взять вот у голышек и прям все резко и боковые лоб короче прям его на глазах отодрать но потом что-то подумал меня в телике потом покажут то есть им же и надо чтобы к примеру кто-то устранил на месте тонировку и т.д. и т.п. вот ну и поэтому я не стал принимать таких резких радикальных мер ничего не сдирал просто я слушал его грубо говоря на тот момент это было показуха потому что под камерой человек при исполнении он вел себя иначе ну и начали меня стращать тем что если мне напишут предписание ну что о том что я должен именно непосредственно устранить прекратить административное правонарушение как мне потом сказали если я должен был содрать тонировку если я это не сделаю в течение 10 дней то меня могут закрыть на реальный срок ну по административке там на сутки там или на 15 даже или на 3 не суть короче последствия могли бы быть ужасные ну так вот а а обещались закрыть если ну в следующий раз меня так же спалят с тонировкой для меня это было повезло в какой то смысле штраф за тонировку 250 рублей ну в первые 20 дней какого нахер хера за нее закрывают вот но потом мне как то там по умному объяснили я это конечно же захавал спорить не стал вот ну и в общем начали замерять тонировку вот как бы все замерили я даже не прикасывал я тупо стоял короче и фокус я делал селфи в тот момент когда там вокруг меня несколько гаишников и замеряют мою машину замерили тонировку и я спрашивал сколько будете выписывать штраф он знаете так резко мне ответил тебе специально долго тебя мы поддержим я такой лол а это на законах оснований такой да мы что то там имеем до часу или до трех часов цифр точно сказать не могу но он мне такое объяснил что типа блять короче просто так ты не уедешь ну и что вы думаете спустя пять минут у меня на руках то есть непосредственно сам штраф сами мои документы и все то есть это ну грубо говоря была все просто показуха на камеру то что типа вот я такой строгий ты нарушил все мы тебя запугаем ну вот а я еще раз повторюсь я до этого вообще не знал что это за человек и как бы его не фамилия даже звание то есть ну полковник ну и что вот у меня в танках вот генералессимус и это ну ни о чем не говорила и как бы ну и ладно а потом уже непосредственно когда я подверг клубу у меня там есть друг с администрацией вот и вот он в общем то говорит вот видишь стоит ээээ грузак ДПС и я такой ну да так вот это приехал с Уфы самый главный я такой ничего себе ааа у нас получилось так что эээ в каждом ГИБДД есть свой инстаграм то есть уфимское ГИБДД милюзовское ГИБДД оно даже на меня подписано и периодически мне что-то лайкает так вот и знаете на этих инстаграмах довольно таки много подписчиков эээ к примеру вот у того же самого Гельмутинова полковника около тридцати тысяч ну и причем это ну как мне кажется живые люди то есть они там постоянно что-то комментируют какие-то темы обсуждают он бывает запускает прямые трансляции и отвечает на вопросы то есть там по штрафам и так далее так вот и тут у него вдруг из администрации возникла идея пойдем с ним сфоткаемся пошли и что я говорю уже терять нечего то есть у меня стояла машина около клуба затонированная правда полностью то есть мне дали предписание что в течении 10 дней я еще мог короче 10 дней поездить в бункере и мне ничего не сказали вот и получилось так что ну мы пошли в общем то с ним фоткаться в этот момент он тоже что-то снимал на телефон и когда вот мы к нему подходим он вот так вот на нас держит телефон и улыбается вот а нас ну подошло к нему трое человек сначала я их сфоткал они вдвоем стояли ну и потом я я встал рядом мой телефон берет какой-то другой гаишник из Уфы и начинает нас фоткать правда смазанно он сфоткал вот тот вы понимаете вот полковник поменялся в лице просто то есть зачем я к нему пошел фоткаться ну тупо знаете поорать у меня знаете была такая задача отметить к примеру его в инстаграме и написать к примеру ну типа попался и так далее у меня просто знаете там в инстаграме очень был большой контраст то есть две фотки назад я выложил пост о том что ой как круто я теперь в бункере я затонировался ну и спустя две фотки я на фоне гайцов улыбаюсь и так далее ну думаю было бы лайно так вот ну и с той же самой с той же самой мотивашкой я и подошел к нему в общем то фоткаться вот чтобы его отметить и потом с друзьями поорать вот ну короче я повторюсь человек поменялся в лице начал улыбаться угорать пожал руку в конце что самое прикольное мы когда уже сфоткались от него отходим он пожал руку и говорит надеюсь в дальнейшем нарушать не будешь и улыбается конечно же я тоже начал улыбаться то есть опять же повторюсь для СМИ для показухи то что люди реально работают да окей он строгий дядька который там обещался менять держать час и так далее вот а когда вот уже по факту без камеры и без ничего он вполне себе знаете такой приятный человек вот ну и самый такой прикол был после того как мы с ним сфоткались стоим еще около клуба вот ну было довольно таки прохладно дождь шел вот что самое главное вот вот я весь промок промокли ноги но все равно стоим то есть очень огромная толпа не заходят стоит снаружи вот ну и тут я решил блин отмечка я его сразу нафотки в инстаграм сначала зашел в ГИБДД УФА вот отметил их и потом на одной из постов ну нашел вот этого непосредственно толковника отличаю тоже его спустя несколько минут смотрю подписка на меня от него и лайк на фото я такой О-о-о, это вот так вот, да, у нас нынче это, органы работают, вот, ну, стало, знаете, так, не то, что дико приятно, весело, что ли, сейчас получилось так, что вот некоторые фотки, которые я вкладываю в Инстаграм, он периодически лайкает, нашел себе, значится, братюню я, вот так вот, ну, и, знаете, после этого, я не знаю, после этого, я полностью расстанировал лоб, ну, как, полоску оставил, но боковые еще столько у меня остались, ну, потому что, ну, я привычно с ними ездить уже, вот, и что вы думаете вслед, так, спустя два дня, после вот этого, как меня штрафанули на всю Башкирию, я поехал по делам, и тут, смотрю, прямо около поста полиции, ну, там обычно редко стоят, смотрю, прям из-под машин выбегает с жезлом, я такой, ёп твою мать, нет, все, буду сдирать, потому что предписание мне уже выписали, ну, хотя, да, у меня было там 10 дней на расстанировку, но все же рисковать я не стану я, короче, отъехал от него метров на 10, ну, то есть он меня тормознул в одном месте, я такой, ну, потихонечку, не спеша, по тормозам не даю, так, на обочину, на парковку свернул, и быстрее, раз, два, тот подходит, уже все с улыбкой на лице, он говорит, быстро ты, спрашиваешь, ты, а она что, съемная, я такой, дядь, нет, не съемная, вроде бы доебаться нет, нет отчего, но, как бы, процедуру провести надо, ну, и пошла вот эта вот типичная, типичная ситуация, документики ваши, вот, дал ему, в общем, документы на машину, вот, и тут он говорит, это, страховку можно, я такой, зачем, тот опять начал угорать, зачем, чтоб была, а я просто понимаю, когда, ну, дашь определенные им документы в руки, они уже начнут залупаться, пойдем мы тебе штраф выпишем, то есть если ты показываешь им с рук своей провишки, окей, да, как-то они еще, ну, они же не будут там стоять, протокол подписывать, типа, считывать у тебя с рук, когда непосредственно он у них на ладони, то все, не пройдемте в машину, и ты, по сути, ну, ничего не скажешь против, то есть ты уже дал по факту им документов в руки, может, эта процедура как-то и по-другому у разных людей проходит, но лично вот у меня так, вот, ну, и я думал, сейчас ты что-то ебется, но нет, он обшутился, говорит, был бы автомобиль, а причину остановки мы всегда найдем, улыбается и возвращает мне все обратно, он говорит, вот же, смотри, светло, красиво, я такой, да, поднял окна и поехал дальше. Вот, и знаете, после этого мне пару раз встречался патруль ГАИ, вот, и вот, если раньше, к примеру, я ехал и у меня, знаете, ну, был такой небольшой мандраж, я резко опускал стекла, придумал, блядь, прокатит или нет, то есть, ну, отпустят они меня или все-таки идти сюда, на обочину, вот, то сейчас абсолютно с чистой и спокойной душой проезжаю, знаю, что до меня никто не доебется, что никто там мне протокол не выпишет, и, по сути, да, окей, не особо было привычно ездить со светлыми стеклами боковыми, потому что, ну, грубо говоря, это какое-никакое твое личное пространство, и когда ты тонируешься, ты ограничиваешь видимость других людей, то есть, они тебя не видят, вот, и при всем при этом ты имеешь, ну, такое вот преимущество, то, что ты там можешь кому-нибудь там улыбнуться вот так вот или помахать, или, я не знаю, факт показать, и что это не всегда увидят, но иногда душа реально такого требует.